Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Новый дизайн проекта для парков и скверов. В Самаре началось обсуждение общественных пространств, которые планируют благоустроить в следующем году. Банк России уже осенью начнет тестировать оплату цифровыми рублями. Кто примет участие в пилотном проекте, расскажем в новостях экономики. Сменил офицерские погоны на пилочку для ногтей. Как самарский военный стал мастером по маникюру и зависит ли призвание от гендерных стереотипов. Личный разговор о самом главном. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с активом многоквартирных домов региона, чтобы обсудить накопившиеся у людей вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. К ответу были привлечены главы муниципальных образований, представители управляющих компаний, организаций, контрольных ведомств и надзорных органов. Подробнее об идеях и поручениях, которые помогут жителям лучше управлять своими домами, расскажем в следующем сюжете. Встречу со старшими по домам губернатор Самарской области Дмитрий Азаров начал с благодарностей. Он отметил, что трудно переоценить их вклад в работу по наведению порядка в сфере ЖКХ, особенно в период, когда идет огромное количество нареканий от жителей по уборке снега. С этой задачей справляются не все. Прокурор Самарской области Сергей Бережицкий отметил, что в конце января-начале февраля ситуация по расчистке улиц от снега оценивается как достаточно сложная. Только по городу Самара к административной ответственности по материалам прокуроров привлечено 415 должностных лиц. Всего в рамках координации этой проблемы только по городу Самара возбуждено 865 административных производств. Если считать, что в среднем на одно административное производство приходится штраф в размере 20 тысяч, то только по городу Самары мы имеем там почти 17 миллионов с лишним штрафных санкций как с руководителей, так и с учреждений, с управляющих организаций, товариществ. Эти деньги могли быть направлены на решение данной проблемы. По поручению губернатора проверку качества расчистки крыши при домовых территориях от снега на регулярной основе проводит Государственная жилищная инспекция Самарской области. Руководитель ведомства Виктория Коткова рассказала, что с начала года было обследовано свыше 7 тысяч многоквартирных домов. По итогам этой работы выявили более 1200 нарушений со стороны управляющих организаций. Там, где они не устранены, возбуждаются дела об административных правонарушениях с наложением штрафов. В ГЖИ отметили, что права и интересы граждан нередко нарушаются из-за отсутствия четких критериев к составу управляющих организаций. У лицензионных требований управляющих организаций, управляющих компаний отсутствуют требования по технике, по человеческому факту, в составу тех же слесарей, уборщиков и так далее. Поэтому, к сожалению, мы столкнулись с той проблемой, когда те условия, когда управляющие организации при таком снегопаде просто не имеют в штате штатных единиц. Это привело к этим результатам, которые мы сейчас получили. Губернатор поручил узнать народную оценку управляющих организаций и запоставить с рейтингом, который регулярно составляет Государственная жилищная инспекция. И там, где сойдется, что называется, и объективная сторона, и оценка людьми, даже вот в этот период, в первую очередь нужно сконцентрировать усилия по наведению порядка, вплоть до лишения лицензий, прекращения деятельности таких компаний. Обсудили на встрече и работу регионального центра «Мой дом». Специалисты проводят консультации, обучение активов домов экономическим и правовым основам жилищно-коммунальных отношений, формированию правильных договорных отношений с управляющими компаниями, поставщиками услуг и подрядчиками. В прошлом году провели 216 выездных семинаров-тренингов, в которых приняли участие более 7 тысяч человек – представители актива жильцов. Губернатор напомнил и о существующих мерах поддержки. Старшие по домам могут получить частичную компенсацию затрат, связанных с управлением домом. Дмитрий Азаров поручил главам районов рассказывать об этой возможности. Это вообще ваш актив. Благодаря этим людям вы можете решать проблемы реально на территории, и никак иначе. Но еще раз рассказать о существующих мерах поддержки, о семинарах, о компенсации частичных затрат, связанных с управлением домами. Все, на что мы пошли вместе, посоветовавшись со старшими по домам. За время рабочей встречи Дмитрия Азарова с активом многоквартирных домов и руководством управляющих компаний на горячую линию, которая была организована специально, поступило более 600 обращений. Большинство из них – о ненадлежащей работе управляющих компаний и уборке снега. В числе самых активных муниципалитетов – Самара, Сызрань и Тольятти. Губернатор отметил, что все обращения, которые поступили на горячую линию, будут отработаны. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Готовы фасады, молельные залы и внутреннее убранство. В Самаре подходит к завершению и реконструкции здания исторической мечети. Остались небольшие отделочные работы и благоустройство прилегающей территории. Реконструкцию обсудили на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главы города Елены Лапушкиной с представителями мусульманского бизнес-сообщества. Продолжит тему Ольга Хомракулова. Продолжит тему Ольга Хомрака. Работа с гранитом рамора. На фасаде сложные орнаменты из лепнины и керамики. Частично было заказано в Ташкенте. Изготовление керамики. Это особенно надпись из аята. Готовы молельные залы, комната для никяха, обряда бракосочетания по исламу. Преобразился и цокольный этаж. Мы спустились в цокольный этаж, этого ничего не было. Здесь вот как раз граница была старой мечети. Здесь у нас сама комната, Тахарятная, то есть это комната омовения. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Ведь в планах не только реконструкция исторической мечети, но и создание целого культурно-исторического комплекса. Эта тема была главной на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главы города Елены Лапушкиной с представителями мусульманского бизнес-сообщества. Это памятник культурно-исторического наследия многонационального народа нашей земли. Место, безусловно, духовной силы. И, конечно, жемчужина в облике областной столицы, которую мы должны помочь засиять вновь. Эта реконструкция ведется с 2008 года. И спасибо правительству, что, во-первых, вернули вот это здание. Это здание, которое было построено на средствах меценатов. Оно в советское время было использовано по другим, не по религиозному назначению. Но потом, в 90-х годах, начался возврат этих зданий. Главное предназначение исторической мечети и комплекса, который должен здесь появиться, – сохранение и развитие духовных традиций, укрепление мира и согласия в обществе. Традиции добрососедства между всеми людьми независимо от национальной и религиозной принадлежности. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События. В Самаре проходит обсуждение проектов благоустройства городских территорий по программе формирования комфортной городской среды. В январе прошло голосование, и самарцы выбрали 20 парков, скверов и площадей, которые будут в приоритете на проведение работ по благоустройству в следующем году. Сейчас горожане вносят свои предложения, рассказывают, что они хотят видеть на этих площадках. Выразить свое мнение можно до 28 февраля. Как это сделать, расскажет Мария Левина. Благоустройство Самары продолжается. Именно по этому вопросу собрались жители Куйбышевского района. В конце января для всех самарцев провели голосование, по результатам которого определили 20 приоритетных общественных пространств, которые могут быть благоустроены, начиная со следующего года, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Сейчас жители Самары обсуждают дизайн проекта и рассказывают, какими они хотят видеть эти пространства в будущем. Какое-то еще развитие, например, этого же парка «Дубовая роща». Например, там не хватает, допустим, лавочек каких-то там. Ну, еще, может, какую-нибудь сцену можно было даже поставить, чтобы можно было проводить какие-нибудь концерты. Благодаря программе формирования комфортной городской среды в Куйбышевском районе города новый облик уже получили скверы нефтяников, ветеранов, речников, сквер на улице «Зеленый» и часть «Ерикпарка». Оставшаяся территория последнего попала в ТОП-20 в этом году. «Данная общественная территория уже проходила и рейтинговое голосование, и были выполнены работы по благоустройству первого этапа второй очереди этого «Ерикпарка». Я считаю, что это замечательно. То есть для жителей благоустроено общественное пространство, где они могут отдыхать, куда они могут прийти погулять с детьми». Формирование комфортной городской среды – часть нацпроекта «Жилье и городская среда». Реализуется в Самаре с 2018 года. За это время благоустроили больше 40 территорий. «Непосредственно население принимает участие на всех этапах реализации национального проекта. Начиная от определения той территории, которая планируется благоустройству, дальнейшее обсуждение и принятие участия в формировании некой концепции благоустройства и непосредственно при проведении работ. Также учитываются определенные предложения. В процессе они могут корректироваться». Общественные обсуждения пройдут во всех районах города. Затем все проекты будут доработаны с учетом предложений жителей, которые можно озвучить на запланированных встречах, отправить по электронной почте или оставить в пункте для приема письменных обращений. Высказать свои предложения по благоустройству парков, скверов и площадей «Все желающие самарцы могут до конца зимы». Ознакомиться с дизайн-проектами общественных пространств и графиком проведения общественных обсуждений можно на сайте администрации Самары. Мария Левина, Василий Колдашов. События. В Самарской области за сутки зафиксировали 3215 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе с начала пандемии – 277 328 человек. Такие данные в среду опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Выздоровели за сутки 2468 человек, а всего с начала наблюдения из больницы выписались 224 564 пациента. Решение о продлении или окончании дистанционного обучения примут до конца рабочей недели. Об этом сообщили на заседании городского оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. По сравнению с прошлой неделей число заболевших школьников снизилось на 1000 человек. Существенно сократилось количество зараженных среди работников образования и здравоохранения. Как столица региона справлялась с ковидом на этой неделе и какие решения приняты профильными ведомствами, исходя из общей статистики, расскажет Ольга Павлова. Если еще в начале февраля среди работников образования учеников школ фиксировали существенный прирост заболевших, то на предпоследней неделе месяца число зараженных существенно снизилось. Специалисты связывают показатели улучшения с заочным форматом обучения 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов. Сегодня я провел консультации с главным санитарным врачом, который в принципе выразил свою позицию, что допускает выход учеников из дистанта научную систему образования, но при мониторинге среды четверга-пятница заболеваемости. Решение о продлении или закрытии дистанционного обучения примут до конца рабочей недели. Скорее всего, педагоги должны будут ежедневно мониторить ситуацию в классах и сообщать данные о числе зараженных. На сегодняшний день в Самаре на карантин закрыты 15 классов. 11 718 школьников находятся на больничном по причине ОРВИ и 959 человек проходят лечение в связи с положительными ПЦР-тестами на COVID-19. Сколько вам нужно времени для того, чтобы подготовить все необходимые нормативные акты и чтобы детишки у нас пошли учиться с понедельника? Если в пятницу решение мы примем, мы готовы за пятницу все отработать. На особом контроле профильных ведомств и ревакцинация граждан в Минздраве в очередной раз напомнили, что повторную прививку необходимо делать уже через полгода после ее первого компонента. Ревакцинации уже прошли 296 923 человека. Для того, чтобы обезопасить себя, близких и окружающих, нужно по-прежнему следовать требованиям регионального Роспотребнадзора и постановлению губернатора надевать маски при входе в общественный транспорт, продуктовые гипермаркеты, крупные офисные и торговые центры, а людям с подтвержденным COVID-диагнозом соблюдать изоляцию в течение 7 дней. Ольга Павлова, Василий Калдашов, События. Далее экономический блок новостей. Светлана Кудрявцева уже в студии. Светлана, вам слово. Приветствую вас, Виктория, и уважаемые телезрители. Банк России уже осенью начнет тестировать оплату цифровыми рублями. Кто примет участие в пилотном проекте? Тестирование платформы пройдет в несколько этапов. В первом примут участие банки, и об этом еще поговорим. Но сначала о росте цен. Производители детского питания предупредили о возможном повышении цен. Все дело в эксперименте, который планирует провести Федеральный Минпромторг. Специалисты ведомства решили ввести маркировку для консервированных продуктов из мяса, овощей и фруктов, чтобы защитить их от контрафакта. Под это могут подпасть и различные виды детского пюре. Производители заявляют о том, что удержание цен на нынешнем уровне и без того является проблемой, так как постоянно растут расходы на сырье, упаковку и транспортировку. Введение маркировки может привести к тому, что конечным потребителям придется платить за детское питание примерно на 10% больше, чем сейчас. Банк России осенью планирует начать тестировать оплату товаров и услуг с использованием цифрового рубля. В пилотном проекте примут участие 12 банков. Регулятор получил еще более 10 заявок от участников рынка как банков, так и финансовых посредников. Тестирование платформы цифрового рубля будет проходить в несколько этапов на протяжении всего года. В рамках первого этапа планируется подключить к платформе кредитные организации и запустить переводы между физлицами. На втором этапе предполагается присоединение федерального казначейства. Запустят также смарт-контракты и операции с участием физлиц, юрлиц и государства. В дальнейшем Центробанк планирует обеспечить обмен цифрового рубля на иностранную валюту, дать возможность открытия кошельков клиентам-нерезидентам. Кроме того, к платформе предполагается подключить финансовых посредников, биржи, брокеров, маркетплейсы, страховые компании, а также внедрить офлайн-режим. В правительстве согласовали новые меры по сдерживанию роста цен на автозаправках. Решено увеличить компенсации из бюджета в пользу нефтяных компаний, чтобы сдерживать рост розничных цен на бензин и дизель в пределах инфляции. Планируется, что изменения вступят в силу с апреля. Решение принято на фоне макроэкономических условий. Из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть, экспорт продукции стал более привлекательным, чем поставки на внутренний рынок, что оказало давление на внутренние цены. С конца прошлого года, по данным Росстата, розничные цены на бензин выросли на 1%, чуть ниже инфляции. Риски дальнейшего подорожания связаны с возможным ростом цен на нефть выше 100 долларов за баррель. Ну а теперь о действующих курсах валют. На 17 февраля доллар 75 рублей одна копейка, он снизился на 1 рубль 15 копеек. Евро 85 рублей 31 копейка, европейская валюта потеряла 96 копеек. Нефть марки Brent 94 доллара и 6 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Пьяные водители. Серьезные угрозы для всех участников дорожного движения. В Самаре сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд «Контроль трезвости», во время которого выявляли водителей, находящихся за рулем в нетрезвом состоянии. Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо и подвергает опасности жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения, в том числе детей. Чтобы в очередной раз напомнить самарским водителям, инспекторы ДПС провели рейд и проверили автомобилистов на трезвость. В ходу общения уже можно выявить один или несколько признаков у водителя, такие как запах алкоголя изо рта, покраснение кожных покровов лица. Шаткая походка его, поведение, соответствующее обстановке. Мы можем также сопроводить на медицинское освидетельствование, в ходе которого уже будет установлен факт управления транспортным средством с наличием алкоголя, либо нет. А вот отказ от прохождения медицинского освидетельствования на наличие в организме алкоголя аналогичен уже установленному факту вождения в пьяном виде и влечет за собой лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей. Если в течение года водитель повторно сел за руль в нетрезвом состоянии, в отношении него уже будет возбуждено уголовное дело с возможной мерой наказания, лишением свободы на срок от двух лет. Если водитель, будучи управляя транспортным средством в состоянии объединения, допускает наезд на пешехода, в результате чего, если пешеход получает у нас тяжкие телесные повреждения, то ему грозит уголовная ответственность. И помните, что дорога и пьянство ошибок не прощает. В ходе рейда инспекторы проводят выборочную проверку, но если водитель развернулся, увидев экипажа, то его точно догонят и остановят. Благодаря таким профилактическим рейдам ДТП с участием нетрезвых водителей должно стать меньше. Елена Чернявская, Василий Колдашов. События. Он точно знает, что лучшие друзья девушек давно не бриллианты, а правильный маникюр. Бывший военный Константин Викулов оставил службу и теперь пилит ногти. Почему он сменил мундир на пилочку и лаки для ногтей, узнала мэри Елчан. Константин Викулов один из тех, кто решил кардинально сменить сферу своей деятельности. С пилочкой для ногтей в руках он уже успел влюбить в себя десятки женщин Самары. Путь Константина в индустрию красоты начался в сентябре прошлого года. До этого времени он больше 14 лет нес военную службу в Оренбурге. При подготовке к соревнованиям получил травму. Пришлось попрощаться с мундиром и погонами. Для дальнейшего лечения Константина отправили в Самарский госпиталь. А уже после выздоровления он принял решение остаться здесь. Мы с супругой давно хотели и мечтали о переезде. И решили, что Самара будет для нас самый оптиматный вариант. Потому что из Оренбурга, в принципе, не так было далеко и не так родителей. И здесь находится огромная река, которой мы всегда восхищались. Но хотелось очень жить рядом с Володой. В Самаре Константин прошел индивидуальный курс по обучению маникюру. Сам находил модели и набивал руку. Говорит, выбрал эту сферу, потому что она была более доступной. И в то время мужчины-маникюрщики только раскачивались на рынке. Поддержали Константина Викулова в его начинании как родственники, так и друзья. По словам мастера, он никогда не сталкивался с осуждением. Кстати, среди клиентов довольно много мужчин, которые доверяют Константину уход за руками. Необходимо понимать, что процедура маникюра, конкретно для мужчин, это в большей степени уход за руками. Это гигиеническая процедура. Что же касается девушек, есть те, кто приходят в салон из любопытства. Но после первого знакомства с обаятельным капитаном в отставке записываются на процедуру снова. Реакция при виде мастера мужчины неоднозначная, но удостоверившись в профессионализме Константина, клиентки отбрасывают в сторону гендерные стереотипы. Часто в процессе работы Константин выслушивает немало интересных историй от клиенток, дает им советы и становится еще и психологом на время процедуры. Бывают темы такие семейные, которые необходимо в некоторых ролях разрешить просто советом. Некоторые женщины приходят, например, на маникюр, и через две недели, это у меня было две недели назад, она пришла через две недели и говорит, мне нужен твой совет. Садиться, давай, девом, короче, маник. И просто разговариваем. И такое бывает. С каждым годом все больше мужчин начинают работать в индустрии красоты. Специалисты утверждают, что не человек выбирает профессию, а наоборот, сфера деятельности формирует характер. Например, тот же маникюр требует усидчивости, ответственности, внимания и аккуратности. По словам психологов, традиционное деление профессии на чисто женские или мужские, хоть и сохраняются в целом, но уже не в чистом виде. Ведь рынок труда – живой организм. Есть какое-то замещение того, чего не хватало человеку на его основной работе. Потому что все-таки воинский долг – это все время служить и не иметь выходных, проходных, и не получать особого кайфа, потому что это уже стереотип поведения. То есть нужно идти на службу, нужно идти на какой-то там, если есть сирена или какие-то вызовы экстренные. Я могу сказать, что этот человек, наверное, по своей личностной характеристике, строгий, четкий, хорошо работающий. Константин Викулов не стоит на месте. Он любит работать на результаты и постоянно совершенствует свои навыки в бьюти-индустрии. Сейчас обучается на мастера по педикюру. В планах – обзавестись своим собственным помещением и открыть салон мечты. Мэри Илчан, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Хоккеисты ЦСКА ВВС едва не сотворили сенсацию в предпоследнем матче ВХЛ и дали бой одному из лидеров чемпионата. А самарские гиревики успешно выступили на первенстве России. Подробнее об этом в нашей спортивной рубрике. В предпоследнем матче сезона хоккеисты ЦСКА ВВС едва не сотворили сенсацию. Дома летчики дали бой одному из лидеров ВХЛ – Сканева. Гости в первом периоде дважды огорчили голки перасамарцев. Но к середине второго игрового отрезка хозяева сравняли счет. Но перед последним перерывом пропустили еще. Это не сломило самарцев, и они продолжили атаковать. Еще раз сравнять получилось на 45-й минуте. Класс соперников все же сказался, и питерцы вновь вышли вперед. Летчики имели еще несколько моментов, чтобы перевести игру в овертайм, но забить так и не удалось. 3-4 поражение ЦСКА ВВС. В Казани прошло первенство России по гиревому спорту среди юношей и девушек 14-16 и 17-18 лет. В состязаниях приняли участие 470 спортсменов из 42 регионов России. По итогам соревнований сборная Самарской области завоевала две золотые и три серебряные медали. А Дмитрий Никитин в своей категории победил и вовсе с мировым рекордом для юношей 17-18 лет. Он поднял 24-килограммовую гирю 116 раз. Женская сборная России по баскетболу квалифицировалась на Кубок мира, который состоится осенью в Австралии. В решающей игре россиянки одолели сборную Пуэрто-Рико, в составе которых была Дженнифер О'Нилл, защитник баскетбольного клуба «Самара». Дженнифер набрала 7 очков, сделала 4 подбора и отдала 6 результативных передач. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин